Ни жилья, ни прописки, ни денег. В такой ситуации оказался петербургский музыкант Алексей Вишня. Много лет назад он продал свою квартиру. Часть денег вложил в постановку, часть отдал в долг. И, как уверяет, до сих пор не может дождаться его возврата. Александр Ли разбирался в истории. Вот живу в такой съемной квартире, в таких условиях. Конечно, это не очень приятно, но а что мне делать, если это не так дорого стоит? Тесные коридоры, неуютное помещение. Из спальной комнаты Алексей Вишня сделал музыкальную микростудию. Сейчас готовит кавер песен Виктора Цоя, с которым когда-то довелось поработать в качестве звукорежиссера. Словно ребенок, хвастающийся перед взрослыми игрушками. Вот его первый альбом, вот еще один. Бесценные записи теперь хранятся на пыльном шкафу съемной квартиры, где каждый угол кричит «Дела у жильца плохи». Собственные метры Алексей продал ровно 18 лет назад. Не ради выгоды, ради искусства. В 1996-м он вложил 9 тысяч долларов в бюджет новой театральной постановки. По его словам, взаймы попросила тогдашний директор театра Светлана Петрова. Но и патажный спектакль с названием «В духе времени» «Кровавый щелкунчик» не принес ни денег, ни славы. Спектакль не пошел. И Света использовала вот эти вот костюмы, которые она сшила для этого спектакля, для других спектаклей, в которых я уже не принимал никакого участия. Горе-инвесторы отнеслись к провалу с пониманием. Спектакль не время. Светлана попросила подождать, по-дружески рассчитывая на все то же понимание. А в качестве кредита доверия даже прописала в собственной квартире. Когда дела у Светланы пошли в гору, теперь в Петербурге она известна благодаря мультимедийному фестивалю, была робкая попытка выкупить долг. Но условия сделки Алексею не понравились. «Да возьми три тысячи долларов вместо девяти и отстань». «А вы три тысячи взяли?» «Нет». «Нет». «Почему?» «Ну я сказал, что это была не часть, это было предложение выкупить долг. Но я посчитал это оскорблением. Я только что дал девять, а мне через полгода говорят, вот на тебе три и все». У самой Светланы мнение на сей счет другое. На спектакль скидывались четверо, и все прогорели. Но о старом помнит только Алексей. Настаивает на своем и пишет в блогах. На просторах всемирной сети Алексея уже поддержали бывшие коллеги. Светлана говорит злопыхателя, но от публичных комментариев на всякий случай отказывается. Прошло уже 18 лет, и этот штамп в паспорте – единственное напоминание о былой дружбе. «Собственно говоря, мне не были не отданы деньги, и меня не пустили жить. А человек у нас по закону должен жить там, где прописано». Жить по прописке Алексея никто не приглашает. После тщетных напоминаний о долге, собственник квартиры, скорее всего, выпишет мертвую душу, пусть даже через суд. «Вы имеете право, безусловно, туда вселиться, и никто не имеет права вам чинить в этом препятствие. Если такие основания отсутствуют, например, истек срок договора найма или под найма, вы не имеете права». А ведь когда-то у восходящей эстрадной звезды была всё – квартира, семья и даже собственный хит. «Я даю тебе админалин, что ты потеряла, А держима танцуя на битом стекле». На смену хиту 80-х в нулевых пришёл своевременный проект о президенте. «Кто мог бы быть президентом? Кто может быть? Я. Потому что никто не хочет захвата Кремля». Творческая жизнь не видит превратностей коммунальной судьбы. Но от этого петербуржцу не легче. А вот и дом, в котором прописан Алексей. Правда, вселиться в него он по понятным причинам не может. Деньги, которые он отдал 18 лет назад, ему тоже не вернут. А был ли долг? Нет даже расписки. Обратившись в суд, он, скорее всего, его не выиграет. Факты уже давно поставили в этом деле точку. Истёк и срок давности. Но Алексей по-прежнему готов ждать, пока его правда восторжествует. Это, пожалуй, единственный ресурс, которым он теперь обладает. Время. Александра Али, Михаил Кацман, Ярослав Веденский. Новости. Санкт-Петербург.